всем привет а мы женька идем на тренировку спешим потому что уже 10 часов а мы к десяти записывались это мы не это не пунктуальный сегодня у меня такое состояние честно говоря вообще не не пунктуальная потому что август время цветения амброзии и все и у меня глаза чешутся нос чешется чихаю все время и вот это в горле шкрябает хочется залезть пальцем и почесать левую гланду и и ухо тоже со стороны горла вот а пока мы женя попросила поснимать ее для ютуба сегодня на бадди прошлый раз она на мажорчике каталась в этот раз на бадди и она сказала что сама выберет музыку даже не в косыночки сегодня шляпа с нее слетает на тренировке вот а пока папа ее растянул тем более до играл мне бадминтон а я вам пока ставлю кусочек кусочки и точнее видео мы с девчонками в николаеве у встречались связальщицами в воскресенье я немножко поснимала и отдельным видео я не смогла это выложить потому что что-то короче не здрасте не до свидания там такое вот поэтому думаю выложу так кусочками просто подожди вот это что-то там и завера все вот это с мохером значит так это но шики розыщики не розовая вот эта телесная щелезная нора шики да там мохер шерсть и шелк значит здесь это тоже нора хлопка здесь немножко я як и вот твой мохер вискуза с люрексом опять мохер тоже с люрексом ну в общем бабушкин коврик бабушкин коврик это покажи свой про эту сумочку а сумочка вообще за бест вечерняя лошадь из америки смотри какая вообще очень кстати классная идея если у кого-то косметики какие есть чемоданчики для косметики продаются чемоданы только в них тут нету конечно этих кармашек но вместо кармашек а у нас есть такой прекрасный чехолчик который сюда и тут влазит вообще супер-пупер много и очень удобно вот так вот знаешь покажу дороге вот это мне надо в автобусе в машине вот сюда ничего не выпрыгивает вот здесь вяжешь хоп закрыла вы все на месте не совместит а вот красота дороже ухты это второй это же лидер шестерова обещает не как шватиться вообще ничего можно спать на сне это шули ты снесовка да 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 она сама там смешивала меринос и ангора с пайетками кажется и в основном вот этот тоненький мохер полторушка в 3 нитки в 3 до 3 нули на его не мешало конечно да что он такой прямо 6 толстенький такой тепленький то есть самый простой большой теплый я шоу в этом сезоне у меня полная перерас смотр с это рот 3 уже выкинуть один подарить твой любимый в клеточку подарю блондинке подружки уже приготовила она будет счастлива а я тоже этот цвет я не смогла пережить и в общем переходим на вот такие грязно-серые наши любимые да персик персик у меня персик вот этот вот у тебя же клеточку персик или как там абрикос персик какой-то выберем я тоже сегодня лосочек а вот такой вот я такую ламору примерно такого цвета купила вот видишь какая у меня сегодня это паутина это ты уже постирала это такая классная мягенькая это на шелке свет не нет а такое мягенькая это на нейлоне у лиды причем артикул не самых-самых нужно очень даже мягенько хорошенький такой мягенько у них асягава конечно я его на больших спицах чуть-чуть связала на пятерке уже перед этим я на четыре с половиной писала я думаю надо его еще меньше больше вязать потому что народ говорит тёплый сильно вообще говорят хотя казалось бы дырявый да вообще говорит шуба надо его разложить или там а у свиты кстати есть описание в этом в инстаграм я на этот пост оставлю ссылку она рассказывает как вот такую штуку вязать такую штуку еще никто не видел вот так вот такая штука короче она такая вот не 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 периода не задание ни вверх они не за вверх они низа не изнанки не лица в общем отдел как один и пошел я это вдруг тоже вот это втором и вот это не люблю я вот соединять вот здесь мне кажется что вот эти вот убавки здесь наоборот убавки красивейки мне нравится я люблю убавки делать без реглана ну крупная какая получается регланная линия есть но нету петель я поняла у тебя тонкая линия получается не говори вот это что я такая вся в поетке не классный девочки он сейчас он так переливаются контакты я тебе говорю но смотрю чем плохи поетки они же они же тонкие Тебе плохо. Почему тебе плохо? Посмотри, чем плохо поед? Короче, не уговаривайте меня. Не торчу. Не торчу. Мне нравится. В смысле город, который... Поехали вообще. Вот здесь есть чуть-чуть. Знаешь, кто-то с лупой разглядывает. Тут поедки. Есть. Точно, точно. У меня где-то только что мельца нашла. Это я так вот чуть-чуть. Илюрикс там есть чуть-чуть. Понимаешь, довольно болезненный скос. А поедку нашла? Я нашла поедку. Суслик, а он там есть. Это вот эта чайка моя. Не может быть. И он довольно широкий. Вот такой. Но он здоровый. Это, конечно, хочется видеть. Очень красивый город. Вообще. Мне нравится мой город. Это стандартный. Сверх такой вяжется. Канал красивее всех. Но вот у меня снизу. Ровно, наискось ровно. Тут ровно. Ровно. Потом наискось. Тут открываешь, допустим, там 35. Да. А потом в каждом втором. Приблизительно рассчитываешь. А потом ровно. И чуть-чуть ровно. И вот этот ворот лучше всего смотрится. Можно. Оно получается. А можно поближе, Оксана, рассказать? Не лодочка. Просто, ну, короче. Аккуратный. Красивый. Красивый. Красиво лежит. А ну-ка, Оксана, расскажи, пожалуйста. Недурацкие. Недурацкие. Недурацкие круглики. Так. Получается. Ты вязала его снизу, да? Я его вообще-то, когда я начинала вязать по готовым выкройкам, то вязание сверху, вот они так вяжут ворот. Вот это вот. Угу. То есть, как обычно. Чуть-чуть ровно. Потом в каждом втором. И потом ровно. Угу. Понимаешь, оно подвесом, оно чуть-чуть вот… Подвытягивается. Подвытягивается. И получается… Во-первых, он легко рассчитывается. Во-вторых, он имеет совершенно профессиональный этот… И сзади. Примерно так же, да? Я бы сказала. Ну, сзади можно вообще по-ровному сделать, а здесь просто наискость чуть-чуть. Угу. Угу. Наискость. Он имеет… Ну, мне нравится, когда вещи красивые. Так, как из магазина. Да. Вот. И… Вот лучше всего. Я просто потом убедилась, что сверху у меня, что снизу вверх. Легко вязать. Хочешь кетлю, потом хочешь просто перевязывай вот эту… В общем, лучше всего. Короче, советую не мучаться, не высчитывать эти кругленькие вырезы. Они потом все равно выглядят доморощенными. И так потом… Опа. И оно получается… Опа. И оно получается… И оно чуть-чуть, да. Опа. И все пластичнее. А, кстати, девушки, вы же не знаете… Витель самого главного. Ну, правда, тут нифига не видно оно же с платочком. А вот этот вот, который вырез, он же ж тут не просто по-ровному. Ну, конечно. Он же вот это ж наискось. Вот. Чтобы лодочка такая была и не торчала. То есть… Причем, девочки, заметьте, неравномерно, потому что здесь, так как это росток спинки, то здесь он должен быть более, видите, пологий такой, а здесь… Ну, не-не-не-не. Здесь, получается, здесь по-ровному вяжут. Убавки в спиновой части. В каждом ряду в спиновой части, скажем так. А то непонятно, где это… Это я у этой Айси вязала свитер там, или вот такой вот… Ну, конечно, когда здесь резинка, это видно и красиво. Ну, потому что оно идет в стыковочке. Да. А здесь просто этого не видно, но очень рекомендую, если нужна как бы лодочка. Это плечо получается. Ну, да. Да, вот это замечательно. Ну, оно не обязательно так растягивается. Оно подрастягивается, потому что я его растянула при этом. Ну, чтобы оно лучше лежало. Ну, это ж махер. А в принципе, оно лежит ровно и красиво. Ну, вот, чтобы получить красивую лодочку и низкую. Нужно дальше ее. Не глубокую, а низкую. И вот тоже она красиво лежит. А если просто резинкой связать, она будет стоять. Она не будет стоять. И вот здесь вот у тебя по спине идут убавления, да? Только по спине. Ну, прямо в этом шве не мой метод, не я придумал. Очень, короче, рекомендую для лодочек. Да, отлично. Спасибо за рекомендацию. Все заснято. Законспектировано. Господи, зачем? Освежается. Светомерит Оксанин этот, свитерочек. Маша вяжет. Абсолютно. Ага. А я умею. Мы тут уже все перемерили Наташина. Я что-то поздно камеру включила. Оба-оба-оба. Тут еще один. Боже, как оно сверкает вообще. Все, Новый год. Здравствуй, елочка. Гори, елочка. Ты не любишь Новый год? Елочка, гори. А ну, Наташа, я этот еще не показывала тебе. А ну, покажи. Ты можешь его померить? Хочешь? А он на меня нормально пойдет? Ну, он эска, да, пойдет. В бедре чуть-чуть. А ну, ты мне пока сначала его покажи. Вот. Елочка. Тоже вот такой вот, да, с удлиненной этой спинкой. И с этими пайетками. Пайетищами. Здесь, кстати, видишь, здесь идет, вот тут, по-моему, разные прибавки. Ага. Нет, одинаковые. А вот тут уже даже. Ты имеешь в виду на рукавах и на спинке? Да, видишь? Нет, туловище. Видишь? А здесь реже пошли. А здесь реже пошли. Ну, вот опять-таки после определенного промежутка. Потому что здесь уже рукав достаточный. И он здесь, ну, по-другому уже идет. Угу. А здесь пока одинаковые. Каждый третий или четвертый. То есть одинаковые. Угу. Угу. Чем туда дальше, тем оно другое. Угу. 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 О, тут позирует. Да, сейчас померю. Сейчас Асвету он нас снимает. О боже. Угу. А пока Женя там скачет, я тут сижу и вяжу. Начала опять платочек, посмотрим, закончу ли я его. Но не хочется распускать, просто идиллия, тут этой амброзии видимо нету, тут больше песка и земли, и мне прям тут классно, а может еще и дождик будет, потому что так пасмурно более-менее, прям красота, погода сказочная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще я вам хочу показать, какие у нас эти, ну талончики, понятно, что талончики, но у нас в трамваях и троллейбусах еще до сих пор сохранились такие вот компостеры. И покупаешь талончик, вставляешь, компостируешь, и вот он, что плохо мне пробил. Короче, ах, ну погоди, наши дети еще вот знают, что такое компостировать в билетике. Но я всегда оплачиваю вот через Priva24 по этому штрих-коду или как он там называется этот код, он тут на всех стеклах висит, и вот я всегда через Priva24 оплачиваю проезд.